Всем доброе утро! На часах 7.30 утра по этому понятию простить мой немножко сонный внешний вид. Сегодня я хочу снять влог и в этом влоге показать, как я снимаю сторис, по какой системе я это делаю. Что это будет? У меня обычный рабочий день. У меня будет тренировка, планерка, созвон, ну то есть обычная какая-то рабочая рутина. И очень часто я заметила, люди не соображают, как встроить свои сторис в свой день так, чтобы это занимало не 3 часа, не 4 часа, а допустим минут 30. И сегодня я позвала нашего, как тебе назвать-то сегодня? Сегодня я позвала режиссера подкаста, который снимал все выпуски, и он будет ходить за мной весь день и снимать, как я что делаю. Я буду давать какие-то пояснения, и в итоге это будет такое полезное видео о том, как снимать сторис за 30 минут в день. Напишите ему какой-нибудь пободряющий комментарий, потому что он приехал в 7 утра, чтобы это все снимать, а я встала в 6.30 утра. Ну что, погнали! Вообще, это первое, что я делаю обычно. Просто очень надо для влога, чтобы ты поела. Она не в настроении есть. У меня сейчас вообще нет идеи, о чем я сегодня буду снимать. Я буду придумывать все на ходу, то есть обычный день. Я вообще не снимаю в сторис с утра, точнее, я не выкладываю в сторис самого утра никогда. Я обычно сразу подснимаю какие-то материалы. Например, как я тридируюсь, несложно поставить штатив, подснять, потом уже решу, что с этим делать. Потому что, когда я не хочу что-нибудь рассказать про сегодняшний день, придумывая людей, то у меня должны быть уже какие-то видео и фото того, что происходило. Поэтому я взяла штатив, взяла телефон. Я сейчас буду делать обычную свою тренировку, но я сделаю пару фото и какой-нибудь видос сейчас поставлю. Я сейчас буду делать обычную тренировку, но я буду делать обычную тренировку. Я сейчас буду делать обычную тренировку, но я буду делать обычную тренировку. Ты чего такая, пупуся симпатичная? Так, сколько времени? 20 минут до первой планерки. И я, наверное, сяду как раз, начну придумывать, что в сторис сегодня постить. Я никогда не начинаю снимать сторис, типа просто доброе утро, подписчики, вот моя тренировка, вот мой кот, вот мой завтрак. Ну, иногда только делаю такой день, может быть, раз в месяц или раз в два месяца. Я обычно придумываю прям, что я хочу сказать сегодня или с чем я хочу выйти, и сажусь вот так вот писать. У меня вообще есть две идеи по сторис на сегодня. Первая идея. Я тут делала карту желаний и подсняла материал, как я ее делаю. Но у меня будет взаимный пиар Саши Беляковой вот в конце недели. И я думаю, что, может быть, я эту идею возьму как раз в этот день, потому что там я буду рассказывать про визуализацию и как я делаю медитацию ее и все такое. И поэтому, наверное, я сегодня сделаю вторую идею. А вторая идея у меня такая, что я хотела в честь выхода второго сезона, ну, подкаста, зафиналить эту историю и провести такую премию, там, где я раздам с разным выпуском какие-то награды. Я написала примерный план. Вот, сними, покажи, как это выглядит. То есть я продумываю последовательность, прописываю прям тезисы. Вот это я, наверное, говорящей головой скажу и пишу. Вот это на тренировки как раз могу поставить. Либо сейчас мы пойдем на завтрак, попрошу Мишу, чтобы он мне просто на телефон что-то подснял, как я иду. И все. И выложу это. И с одной стороны я подведу итоги сезона, а с другой стороны прорекламирую подкаст. Ну, и, в принципе, наверное, можно как-то весело это реализовать. Это я захожу посмотреть, что у меня по контент-плану по ленте. У меня есть визуальный ассистент. Вот она мне прислала раскладку. Вот это я уже выложила. То есть у меня следующая фотка вот такая. И сижу, думаю, что запостить. Потому что я обычно с выходом stories, с каким-то таким интересным, еще и делаю какой-то пост. Но как будто бы делать пост про подкаст не очень круто зайдет. Вот я делала посты про подкаст. Не супер они были вовлеченными. Не особо большой охват. Я бы даже сказала, очень низкий. И поэтому я сижу вот размышляю, нужна ли мне сейчас поддержка подкаста. Или пусть его и так люди посмотрят. Возникла такая идея. Всегда очень хорошая мысль добавить контекста, добавить чувств, добавить своего отношения. Напишу про свое отношение к подкасту и про то, как я вообще пришла к тому, чтобы его запустить. Ой, надо уже на работу идти. Созвон. Доброе утро. Одновременно эффективная модель, которую просто надо сделать. А высший человек, потому что все. Так, что еще нам надо сегодня понять? Мне вот уже нравится, что получилось. Ну все, мне кажется, самые важные вещи мы на сегодня сделали. Все, пока-пока. Все, давай. И главное, это начать работу. Вот какое-то первое рабочее действие сделать. И все, потом все как по маслу идет. Вот я пришла на планерку. Такая сначала, что-то не бей, не бей. Потом процесс пошел. Нормально вообще. Теперь такая думаю, фу, куча идей для сториз. Все, понятно, что там делать. Так что сейчас пойдем делать. Ну и чего, мы тут? Вот сейчас попробую записать видео на улице, пока будем идти. Для одной из первых сториз. Блин, так классно на улице. Я так обожаю вот так утром выйти и пойти на завтрак. В общем, я решила в честь окончания сезона провести премию выпусков. И наградить лучшие выпуски сезона по разным темам. Сейчас придумаю категории и проведу награждение. Я буду единственным членом жюри. Хотя нет, вы тоже будете членами жюри. Тоже сегодня будете награждать выпуски. Я сказала. Во, вот это лучший. Так, посмотрим, что получилось. Получился кринж. Там кто-то попал. Тот, естественно, был лучше. Ну вот этот прикольный кусок. Встанем на солнце. Сфоткалась? Вот, пожалуйста, я и Бурж Халифа. Конечно, лучше, когда кто-то фоткает. Но ладно. За чистоты эксперимента пойдет. Короче, план сделать сториз на завтраке провалился. Потому что я встретила знакомую, с которой хотел давно встретиться. И мы просто болтали. И это было очень классно. Ну, ничего страшного. У меня до следующего созвона минут 10. Я вот посижу, как раз начну делать сториз. Потом пойду на созвон. Потом уже буду продолжать делать сториз. Если что, ничего страшного. Не обязательно утром выходить. Я иногда делаю сториз вообще к вечеру. Особенно, если какой-то сторителлинг большой. Или какая-то сюжетная линия прям большая. Я могу в течение дня там по чуть-чуть делать, делать, делать. Собирать, собирать, собирать. И выложить только к концу. Ничего страшного. Это ни на что не влияет. Если контент интересный, если он цепляющий, то вас и вечером спокойно посмотрят. Даже, может быть, будет больше просмотров. Поэтому я особо не переживаю, что я там сейчас что-то не сделала. Ну, сейчас вот после созвона сделаю. Я чуть-чуть отредактировала сценарий. Я написала более точно уже, более предметно. Точно, что я буду делать от сториз к сториз. Я решила, что я сделаю пять своих категорий. И потом попрошу подписчиков тоже написать, предложить какие-то свои категории. Обратную связь по выпускам дать. И здесь я просто буду, начиная отсюда, уже играть на том, что они будут присылать. То есть я там уже не планирую. Это будет уже в моменте сделано. А я пока что сделаю просто вот эту первую часть своих сториз. Я сейчас пока буду готовить все материалы, которые у меня есть. Я же уже много наснимала за утро. Даже больше, чем надо. Просто, чтобы вам показать, как можно легко что-то снять. И для начала я нарежу, смонтирую видос с тренировки. Помните, я утром снимала. Я просто найду какие-то кусочки, которые хорошие. Вырежу их. Я уже это быстро делаю на автомате. В случае с такими длинными видосами, я не смотрю все видео, потому что 36 минут. Когда я это делала, мне казалось, я это делаю лучше. Тут просто так и коряга. Блин, такая картинка красивая. Сколько я? Минут 7 я этим занималась. И вот я нарезала нарезку из... Там было 36 минут, сейчас 33 секунды. Я сейчас выберу просто лучшие кадры, поставлю их в порядке, и все, одна из сторис готова. О, все, пора идти на созвон. Как раз после созвона продул. Хороший лайфхак для первой сторис особенно, чтобы был монтаж. Потому что если затянутые сторис, то люди просто начинают пролистывать. А вот если удерживается внимание, то хорошие охваты возникают. Потому что Инстаграм считывает, что люди прям смотрят. А как удержать внимание? Либо действие какое-то происходит, необычное, яркое. Либо смена кадров интересная. Поэтому я на первую сторис, я не в первую сторис так делаю. То есть я не делаю монтаж везде, везде, везде. Но на первую сторис порой я прям делаю достаточно мелкую нарезку. То есть кадры до секунды даже. Вот, пожалуйста, что вышло. Ой, там какой-то маленький кусочек. Вот такая вот будет первая сторис. Сколько у меня ушло получается на ее монтаж? Ну, минут 15, да, может, 12 того. Так, все, я просто копирую текст, иду в Инстаграм. Есть такая функция, как черники. Вот беру просто сторис, чуть-чуть выровняю ее, чуть-чуть увеличу. И начинаю оформление. Оформляю я прям так, чтобы мне нравилось, чтобы была эстетика, которая мне по душе. На первый сторис я стараюсь ставить всегда либо стикер, либо чтобы они поставили плюсик или опрос. Обычно, когда я выкладываю вот такую первую сторис, там, где еще стикер стоит, я жду какое-то время, чтобы люди потыкали на этот стикер, и потом только выкладываю. Но это не обязательно в целом. Между остальными сторисами я не делаю никакого перерыва, потому что их все равно смотрят подряд. И когда сторис начинает пропадать через сутки, то очень странно смотрится, если уже там половина пропала, половина осталась. Ну, допустим, вот так. И смотрите, что я делаю. Я просто нажимаю назад, и появляется такая функция «Сохранить черновик». Я иду дальше. Ну, вот то, что я сказала. Главное в этот момент не начинать думать, что, господи, что за дебильную идею для сторис я придумала. Потому что, как только начинаешь как-то сомневаться, ты думаешь, да, вообще я не буду постить. А даже самые фиговые сторис, но выложенные, они лучше, чем если вообще у вас не будет сторис. О, вот так прикольно. И теперь я буду делать сторис с премией. Я выписала, какие выпуски я хочу сделать. И сейчас буду просто с iPad скринить, потому что на iPad больше иконки. Тут идет уже чисто техническая работа. Я просто оформляю сторисы. Это, ну, такая немножко, да, муторная тема. И самый атмосферный — это пустыня. Всегда хорошая идея делать наглядный, контент. То есть не просто поставить любую, какую попала фотку или белый фон, а показать именно визуально то, что происходило. Вот я точно помню, что мы с Петей, когда записывали выпуск, я прям снимала видос смешной. Вот он. Итак, у меня есть 10 сторис в черновиках. Вот они просто сохранены. Все, я просто иду, подряд выкладываю, даже не смотрю, потому что все подготовлено. Это лайки появились, просмотры появились. Вот уже 706 человек посмотрели. Это нормальный показатель. Если бы это было после перерыва, то, ну, была бы прям первая сторис, а перед этим не было сторис, то было бы, конечно, больше. Но у меня до этого огромнейший стори-тейлинг просто большой, еще в конце реклама, поэтому, конечно, сегодня не будет больших охватов с самого начала, но ничего страшного. Это абсолютно нормально. Я, кстати, написала большую статью про охват, и скоро в блоге расскажу, как ее можно получить в Инстаграме, так что подписывайтесь на мой Инстаграм, Александра Митрошина. Можете просто вбить матерь бложья. Там вообще про все, как управлять охватами, как их выше делать, что влияет на них, как не зависеть от охватов, все мои фишечки, лайфхаки и все, что я применяю для Инстаграма. Все, погнали дальше выкладывать. Так, ну, я просто пойду в заметки. Там просто была мысль, которую записала на выходных, и опубликую ее. Тоже есть такая ловушка, что смотришь на пост и думаешь, что это может доработать, дописать. И с одной стороны, да, можно стараться делать лучше, можно редактировать, можно там отложить пост, через какое-то время прочитать. Но не надо это слишком долго делать, потому что может такое произойти, что вы вообще ничего не выложите или будете просто складировать посты. Ну, выложите пост не на пятерку, а на четверку, там на 70%, а не на 100%. Я сейчас смотрю, думаю, по-хорошему доработать. Но я, пожалуй, еще минутку посижу, посмотрю на него и выложу, как есть. Так, последняя сториз загружается. У-у-у, очень много. Сбор подписчиков удался. Я выкладываю пост. Вот так вот быстро. Это мой план максимум. Если я делаю и пост, и сториз в один день, то я себя считаю просто супер-уберблогером. А я еще и влог сняла. Все, вот так вот просто. Пост в ленте. Сейчас посмотрим, что люди напишут. Но сначала посмотрю, как пиленты красиво выглядят. Очень красиво. Наверное, красиво. Божественно. Класс!